Комплекс теплит в станице Марьинска и Кировского района. Здесь выращивают томаты. 35 тысяч тонн ежегодно. Технология такова, что урожай собирают практически круглый год, трижды в неделю. У нас 50 гектар плёночных теплит. Это подразумевается цикл выращивания весенний, летний, осенний. И 20 гектар, в данном случае, где мы находимся, это светокультура. Это зимний цикл выращивания. На предприятии работают почти полторы тысячи человек. Бок о бок с людьми трудятся шмели. Друг другу не мешают. У насекомых своя работа – опылять цветы томатов. У людей забот куда больше. Чтобы обеспечивать помидорами всю Россию, нужно трудиться круглые сутки. А теперь савропольские томаты будут покорять ещё и международный рынок. На этой неделе наши овощи отправляются на выставку в Берлин. Европейскому покупателю предложат оценить два сорта помидор «Ардилис». По вкусовым качествам, хочу сказать, конечно, во многом зависит состав воды. Вода у нас отличного качества. Соответственно, субстрат выращивания, органический субстрат – это в данном случае у нас кокосовые маты. Что немаловажно сказывается на вкусовые качества этого гибрида. Ставропольские помидоры продают по всей России. Они представлены в большинстве крупных сетевых магазинов. Доставка от грядки до прилавка занимает менее двух суток. До столицы Германии ставропольские томаты доберутся ещё быстрее – на самолёте. А за это время в теплицах созреет очередной урожай. Это хозяйство можно сравнить с безостановочным конвейером. Какие работы ведутся в теплице? Ну, у нас в теплице вчера мы делали сбор на территории. Сегодня у нас низовые убирают листик. Верховые у нас наверху делают подкрутку, нормировку и убирают пасынки. Как скоро будет собираться следующий урожай? Следующий урожай у нас будет собираться уже завтра. Так называемые низовые овощеводы обрабатывают стебли растения ближе к земле, а верховые поднимаются на специальных электротележках на высоту 3-4 метров. Урожай томатов в этой теплице собрали вчера, а сегодня кусты должны пройти специальную обработку. Как это делается, мне согласилась рассказать и показать овощевод Ирина. Итак, Ирина, что вы делаете? Первым делом нам нужно подкрутить растения. Похоже, нет? Нет. Надо потрудиться как следует. Сколько таких кустов вы за день обрабатываете? Пять рядов. В ряду 620 кустов. То есть 3000 кустов за день? Да. Ну, тогда я понимаю, почему у вас так ловка это получается. А что не так я сделал? Вы примотали листик, вы, получается, забинтовали растение. Так нельзя, оно не будет дышать. Работа овощевода, как мы убедились, требует усердия и внимания. У меня пока получается не очень. За время съемки я обработал кустов, наверное, 5-6. Но зато теперь я точно знаю, что примерно через месяц у кого-то на столе появятся томаты, возделанные вот этими вот руками. Илья Захаров, Антон Красов, Ставропольское телевидение.